подписчик есть он сколько раз говорит будешь через маныч ехать засними как это а сейчас мы как раз повернем засними что там с манычем случилось я ему все говорю ну что тут что тут с манычем высох маныч ну тут хотя бы волны какие то есть ты понимаешь это вот по левой стороне по правой стороне вообще не видно же нифига это маныч приютнинский да вот мы сейчас как раз на остров поднимаемся вот так как с бугра спустимся тоже сниму девинский декабрь месяц двадцатый год спускаемся с поста с девинского да и перед нами открывается пейзаж маныча до девинского но тоже видите ребятки все высохла кто здесь давно не проезжал до маныч это еще больше воды в нем стало летом тут узенький такой ручеек бежал те кто помнят да насколько он полноводным был раньше сейчас вам покажу какой он полноводный сейчас вот прям под мостом а значит протекает видите какие тут островки появились непонятные да летом вообще тут такой мера в метр толщиной шириной точнее был ручеёчек сейчас побольше чуть стало ясно-понятно ну вот сохнет в общем напротив этого круга в светлоград до от 1 есть заведение называется путник здесь такой этот смотрите какой крутой воин точнее голова от него до такая прям врух серьезно интересно поле прямо ты зайдешь сыт и весел будешь коль налево повернешь друга на кавказе обретешь право ежели свернешь врус святую попадешь обернешься и поидешь в светлый град зайдешь а светлоград ага а кто мечом придет от меча того падет ага вот так видите ребята путник вам не халям болям а здесь еще вот есть тоже стоит охранник смотрите какой воин до света это я и хотел вам показать ребята кстати светлоград вон видите видно этот элеватор светлоград я вот он круг как раз таки да это трасса идет значит приютная в той стороне ставрополь в той стороне миша зашел короче за чаем я чё-то чай не хочу никак не могу привыкнуть к его дверям они закрываются как холодильник в общем это ребятки ну как вы наверное поняли что надоело мне жить в деревне да я решил переехать в город вновь в очередной раз так что это едем мы сейчас в ставрополь мешане уже этот чайок себе набрал ну показывать его нельзя понятное дело так что вообще львиная доля моих знакомых они это не горят на камеру выступать и фигурировать поэтому вы сами понимаете да то есть вторгаться в личную жизнь человека это как бы ну не есть хорошо не понимаю что вам многим да интересно чтобы на канале были новые лица да там как-то новые истории жизни так далее да ну вот недавно совсем у нас был василий да в гостях вот уже как бы мишка у нас это как бы так на заднем плане получается на фоне вот показался интересно надпись такая да коли прямо ты пойдешь сытый весел будешь бабу-югу где ах кстати я что-то и даже это так же смогу поближе поближе блины в раунду на ступе сидит блины страшная какая но даже было такую нарисовать вот такие у нас тут рядом со светлоградом места интересные все все мчим давай может встанешь попьешь нормально все кипяток я не буду ниже доехали ребята в общем до ставрополя мешание подвез прям к подъезду миха спасибо вот хочу вам показать что я взял из приютного до сюда ставрополь кажется как будто бы камера какая-то грязная другое дело совсем давайте не будем затягивать и сразу посмотрим значит так значит ну сумочка моя походная многие ее уже видели наверно да ей уже лет цать так значит что полторашка аджики вот значит это винишко домашняя сам делал это компотик домашний тоже сам делал это тоже компотик домашний и вот это но это тоже да видите тут в общем две бутылки одного вида но потемнее и две бутылки другого вида чуть чуть посветлее в этом вине чуть больше воды я влил до когда делал в этом чуть поменьше тут буквально разница пол ведра видите как заметно да по цвету так дальше что у нас тут ага но если то что сало то самое которое это ну вы знаете да что она делала борцыки мама говорит блин ну куда я борцыки куда я их держу только много да давай я тебе их отдам какую-то часть игру да давай так дальше ага а вот это как раз таки мясо положить это уточка это уточка да видите как это то что вчера да я вам показывал как раз два раз два три и жир да вот он утины точно вот раз два три утины жирок я люблю с этим жирок утины вытоплю его выжарки сделаю в общем это намного круче и вкуснее чем там масле на каком-нибудь сливочном растительном лучше науки нам жару ребятки все делать так ну и все в боковушках тут у меня лежат всякие эти мои всякие тут-то носки это тому всякие вон майки эти такое а да кстати блин мы когда уже с это тронулись да из дома мы же заехали в этот в маныч и взяли по лещу короче помните когда мы приехали из этого ну из ставрополя да я говорил что у нас там вечером ожидается встреча да с друзьями ну заехали в маныч в магазин у нас есть такой в приютном да и там купили значит двух вот таких очаровательных лещей и вы знаете эти лещи понравились всем вот абсолютно всем вяленые не пересоленные не пересушенные в общем вкусные запаха не было ничего жирные понимаете как и вот один лещ такой вышел где-то рублей на 100 тут даже здесь не написано ну там 90 95 там 100 105 110 то есть вот так прям рекомендую приютянам да кто в деревне сейчас находится заходите в маныч там прям это крутые лещи есть вот ну все мясо уточка да тут где-то но видите тут еще жира много достаточно уж то жирная до пекинская где-то килограмма полтора утятины есть значит вещь сало которая да вы поняли что делала вот мама выглядит давай тебе еще одну это полторашку налью аджики рубрина куда я буду через не буду делать давай пока на 1 остановимся ну ладно вот но это стратегические запасы как же без них винишко вкусное вот этими вот этими руками ребята сам лично в сентябре делал вот собирал ногами топтал в общем такие пироги вот ну вот такой случился переезда из деревни в город из приютного в ставрополь в общем многие конечно догадались что я просто ездил на выходные до домой ну кто-то конечно не догадался подумали о все не прожил и трех недель в ставрополе вернулся домой не потянул город не потянул аренду ха-ха-ха там это очень начали тыкать меня пальцами в общем такое да понятно что это все шуточки и прямо уточки я же вам говорю ребята вы всегда всю информацию которую получаете в интернете делите пополам вот ровно половина той информации будет возможно правдой вот так что такие пироги я-то в принципе по сути-то переехал из города в деревню ставрополя в приютное но я же не сказал насколько я переехал буквально на пару дней я переехал вот и все такие вот пироги вот ну и наверное все на этом будем заканчивать сие видео если видос понравился ребятки ставьте палец большой вверх на канал подписывайтесь кнопку колокольчик жмите чтобы новые выпуски не пропустить вот комментарий напишите какой-нибудь интересный интересно ваше мнение узнать что вы скажете по итогам просмотра данного видео вот ну и все наверно на этом всем пока всех рад был видеть до скорых встреч ревелерчи